всех приветствую с вами юрий шулипа правовед политический эксперт в этом выпуске я расскажу вам о кадеризации мурзилок русского рейха и соответственно также в этом контексте о прошедшей акции сегодня 17 ноября 2024 года в берлине ну и в других различных городах не только германии но и фактически все европы соединенных штатов америки так называемые антивоенные акции я вам сейчас расскажу что это заявление и откуда у этого явления растут ноги и так первый уровень возьмем самый высший стратегический и он заключается именно в том что коллективный запад осуществляет классическую пророссийскую политику и вот отсюда вот в этой среде как раз таки и зарождаются мурзилки русского рейха но каким же образом они зарождаются благодаря пророссийской политики а все очень просто сначала их обменяли на российских шпионов террористов и убийц выпустили а далее что германия в лице канцлера олафа шольца посадила этих мурзилок русского рейха на деньги которые платят немецкие налогоплательщики и вот устраивает по всей его покатушке легализации оплаты мероприятий аренда залов охрана они кстати еще охраняемые за счет немецких налогоплательщиков на оперативном языке нашем юридическом это называется оперативные игры но нужно понимать что коллективный запад в подобного рода оперативные игры всегда москве про икру по одной простой причине что у москвы на этих мурзилок русского рейха но это вот у русской некоронованной императрицы юрий навальный а также на яшина карамурзу и пивоварова огромнейшее досье лежит на лубянке всех их возможностей кто это есть на что они способны и абсолютно все прочее поэтому эти люди используются западом якобы в качестве некой альтернативной реальности а в чем заключается альтернативная реальность то мол понятно что для коллективного запада путин это военный международный преступник и не руководжатый и забаян и так далее вот ему здесь запад и делает так называемую виртуальную потому что это не реальность это виртуальная альтернативность в лице миндовского стукача по кличке щенок сокольников поэтому вы знаете о ком идет речь потом русская императрица навальная и еще остальные два чела вот запад таким образом выставляет их якобы что они правите будущие правители прб так называемый прекрасной россии будущего теперь даже я лично считаю что прошедшая так называемая антивоенная акция она полностью себя дискредитировала это это абсолютная дискредитация действительно настоящего антипутинского движения я сейчас объясню почему первое смотрите они выступают с антивоенных позиций в качестве лидеров так называемого российского оппозиционного антивоенного комитета но дело в том что ведь и в кремле тоже выступают с позиции антивоенных не говорят так ну конечно мы тоже против войны давайте эту войну завершим что очень важно на наших условиях то есть агрессора а что значит завершить войну на условиях агрессор это добиться своих статистических целей то есть уничтожить украину как геополитическую реальность и соответственно украинский народ украинцев как носителей украинской деятельности украинского языка украинской культуры собственно говоря что хочет кремль совпадают ли в данном случае у тех кто против войны как у путина так и соответственно у взрывов русского рейда конечно совпадает потому что они эти военные таким образом можно было бы украинцам и всем людям антироссийского толка принять участие в этой акции если бы эта акция была бы акция за победу то есть она бы не называлась бы акция против войны антивоенной а именно акция за победу над агрессором это первое второе если бы на этой акции были бы конкретные требования к тому же самому шольцу макрону байдену пока он еще действует прекратить игры в пророссийскость отказаться от пророссийского курса обеспечить украину таким количеством оружей которые ей необходимо для победы но почему мурзилки русского рейха это не сделают по одной простой причине потому что они сами зависимы от шольца они здесь в данном случае выступы играют в дудку и на руку шольцу таким образом игры в альтернативную реальность как это на юридическом оперативном языке называется оперативные игры потому что они зависимы не могут сказать и они еще поддерживают ложный тезис как они называют обратите внимание кстати на их формулировки а это очень важно потому что формулировки имеют главнейшее значение антивоенный комитет антивоенные россияне путинская война путинская война развязанная против украины путинская война как будто бы Путиных столько много да что значит полмиллиона Путиных сейчас оккупируют Украину а какие то еще там примерно 150 тысяч Путиных наступают и еще примерно от 2 до 3 миллионов Путиных обеспечивают эту войну работая на предприятиях военно-промышленного комплекса изготавливая ракеты занимаясь пропагандой контрразведкой и всем прочим вот поэтому это естественно их имя лжецы как сказано в священных писаниях потому что еще раз это Россия против Украины на уничтожение Украины а не Путина потому что если бы не было бы запроса российского общества на войну против Украины соответственно этой бы войны и не это аксиома которая не требует доказательств и всем уже давным-давно общеизвестно поэтому еще раз повторюсь что это лжецы это лжецы и даже сам Яшин признался фактически прямо что эта акция направлена на их личный пиар ну так называемая российская оппозиция чтобы их легимитизировать в сознании представителей запросто под прикрытием Шольца а какова грош цена Шольца мы все прекрасно понимаем Шольц унесился позвонил Путин решил с ним переговорить и ему естественно из Кремля показали политическую цену Шольца сегодняшним массированным ракетным ударом по критической энергоинфраструктуре Украины показали что Шольц говно полное дерьмо и как в Кремле это называют на кремлевском языке я не постесняюсь это слово сказать потому что так в Кремле думают я звучу сейчас опущенный позорный вот и все то есть Шольц таким образом политически опустили вот что из себя представляет правительство Германии и смотрите в Кремле на самом деле смеется ну как это так президент Франции ядерной державы Макрон встречается с каким-то дворовым пацаном юлицейским провокатором которому ГУВД Москвы должно выписать премию за посадки десятков тысяч людей в результате московских шествий которые ничего не сделали и потом смотрите если бы эти люди нужно из чего исходить чисто вот смотрите из прагматизма и объективной реальности потому что политика это чистый прагматизм если бы эти люди действительно бы представляли российскую оппозицию и были бы антивоенных взглядов как они считают и чего-нибудь они бы значили в самой России то понятное дело эту акцию антивоенной они бы проводили бы в Москве там и в Русском реке в Москве нужно такую акцию было бы проводить если бы они что-то бы значили если бы за ними стояли какие реальные силы но еще раз пытаюсь что ни за Навальный ни за Яшином ни за Карамурзой ни за Пироваровым абсолютно никаких сил кроме западного правительства которое осуществляет позорный пророссийский курс и за это же получает унижение и оскорбление от Кремля ничего более не стоит поэтому уважаемые зрители и слушатели делаем вывод прошедшая акция это всего лишь попытка легимитизации мурзилок русского рейха в политическом сознании представителей западных элит но не более это отвлечение внимания как говорят в разведке на негодный объект поэтому если вы действительно хотите помочь Украине сделать так чтобы этот преступный чекиско-фашистский путинский режим московский террористический режим вот так его лучше называть московский фашистский террористический режим такова его реальная дефиниция потерпел экзистциальное поражение в четвертой мировой гибридной войне донатьте на ВСУ а у нас сейчас я еще раз повторюсь мир разделился на тех кто на фронте и для фронта с одной стороны а все остальное это от лукавого в том числе мурзилки русского рейха поэтому если вы по каким-то причинам например вот как я сейчас не находитесь на фронте то пожалуйста помогайте фронту и нашей победе чем можете в информационном плане в организационном дипломатическом и так далее вот каждый на своем месте сейчас должен помочь тому чтобы Украина победила в этой четвертой мировой гибридной войне а русский рейх окончательно и бесповоротно потерпел поражение и последнее еще хочу развеять вот эту ядовитую ложь ядовитую ложь которая просто убивает все сознание напрочь отключает есть там такой расист Шлозберг который сидит в Пскове и говорит что российский политик не должен желать поражения своей войне что это якобы на какой-то электорат и так далее так вот этот электорат Шлозберг которому он не желает поражения вот если бы в России не было бы полиции то он давным-давно бы уже Шлозберг бы висел где-нибудь под Псковом на каком-нибудь суке я не знаю с осиновым колом в заднице но это вот еще полиция его пока что каким-то образом там защищает это абсолютно аморальная лживая ситуация потому что в русском рейхе не может быть политики политики не было у Гитлера и у Сталина и естественно в современном русском рейхе тоже ее нет это все полнейшая тотальнейшая лукавая ложь это заблуждение и важно еще отметить здесь то что Ленин который тоже как и мужзилка русского рейха получал деньги от Германии он был намного их умнее всех потому что Ленин как раз таки в своей подбольной газете социал-демократ от июня 1915 года писал что только социал-шовинист или национал-предатель не может не желать поражения своего правительства империалистической войне именно Ленин говорил о том что нужно штык этой штык русского империализма загнать туда вовнутрь и Лену это получилось потому что Ленин в отличие от Мурзилок русского рейха он получая деньги от Германии действительно он их все по честному отработал а эти же абсолютно врут они себя пиарят просто среди представителей запада и им таким образом нужны просто новые гранты вот и все они привыкли паразитировать в Москве они паразитировали за счет доверчивых лохов которые им сбрасывали деньги а здесь они будут паразитировать за счет правительства Германии и других западных стран поэтому не еще раз повторяю попадайтесь на удочку аферистов это акция не ваша это пиар Мурзилок русского рейха это кодеризация это абсолютная кодеризация мурзилок русского рейха что такое кодеризация кстати нужно дать там явление определения я хоть с опозданием но сейчас сдаю это то когда награждают непричастных за то что они не совершали ну и соответственно другая обратная страна это явление наказывать неминул то есть тех людей которые как Юрия Навальная там например Карамурзай и прочее которые не причастны ни к правозащите ни к кому они юридическую помощь не оказывали ничего и так далее их просто награждают различными медальками ради пиара вот это и есть самая настоящая кодеризация мурзилок русского рейха подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делайте нарезки моего видео в ваших ютубах тиктоках инстаграмах фейсбуках и до новых встреч до новых встреч